Всем привет! С вами Эдгар и мой видеоблог мысли от Эдгара. Рубрика «Вопросы и ответы». Константин Парфенов, 14, задает такой вопрос. Эдгар, сними, пожалуйста, ролик про нашу медицину и про отношение врачей к пациентам. Будет очень интересно послушать твое мнение. Про то, что врачи лекарства навязывают импортные и дорогие. И про то, что их по телеку крутят и так далее. Отвечаю на твой вопрос, Константин. Этот ролик я уже хотел давно заснять на эту тему, но как-то все не доходило до него. Времени не было. А тут вот как раз. Чтобы на него ответить, нужно вообще понять, зачем толкают нам эти все лекарства. Откуда вся эта тема идет. Ну тут что придумывать? Как всегда, Америка! Так говоря, будем обвинять Америку в этом? Смотрите, вот в Америке недавно была такая штука. Американские ученые провели исследование и выяснили, что за последние 30 лет американский народ очень сильно сдал в здоровье. Короче говоря, по здоровью у них очень хреновая ситуация. И они, короче, все перешли на таблетки. И у них такая фишечка даже была. После этих исследований решили как-то оздоровить народ. Начали они со школ, с детсадов. Выделили дохренища миллиардов бабла, как они это любят делать, на следующую штуку. Отменить в школе, вернее, заменить в школе фастфуд. А именно пиццу и соки. На здоровую пищу, на овощи, короче говоря. Но тут, как бы так не было, те, кто рулят фастфудом, тоже не идиоты во главе с правительством. Короче, они сами же выделили бабла и сами же, короче, схитрили. Пиццу по закону, короче, записали как овощ. Вы представляете, что за фигня? Быстренько организовали законопроект, одобрили его, все дела. Сейчас есть такой закон у американцев, где пицца числится как овощ. Типа пицца делается, в общем-то, из томата. Короче говоря, это овощ. И снова это все дело оставили в школах. Но теперь, как бы, якобы американские дети едят здоровую пищу, они едят овощи. Пиццу, короче говоря. Сейчас взялись за соки, вот которые вы пьете соки всякие, там, J7 всякие, там, добрый, мобрый, всякая хрень, короче. Это не соки, это, короче, жесткая подстава. Так вот, соки, они сейчас будут переделывать по закону под фрукты. Вы представляете, что мутят? Это они выделили столько бабла, чтобы якобы оздоровить народ, а пища остается та же самая. Короче, ни хрена они ничего не будут оздоравливать, только бабло рубануть себе еще дополнительно. Так вот, все это делается для чего? Чтобы народ, у народа, короче, хреновое состояние здоровья было. Если человеку плохо, при этом по телеку гонят рекламу всяких таблеток, ложную информацию. Человеку надо как-то спасаться, как-то лечиться, особенно родители, когда дети болеют, они что угодно готовы делать, лишь бы ребенок вылечился. А тут по телевизору круглосуточно, там, ну, везде, короче, реклама того, что эти лекарства спасут, короче, вас от ожирения, от всякой, короче, там, болезни. И родители бегут и покупают, короче, лекарства. Вот так вот подсаживают народ на массовое и мощное потребление всяких там лекарств непонятных. Это происходит в Америке. Это уже там есть, было, есть и будет еще мощнее. Они эти таблетки просто кушают, понимаете? Вот мы на завтрак можем съесть кашу, а не на завтрак такую тарелочку с всякими разными разноцветными красивыми таблетками. Одна таблетка улучшает там, типа, мыслительную деятельность, другая сердечную, другая печень и все такое. Вы не замечали сейчас у нас по телевидению та же фигня? Какой-нибудь канал включите там, особенно есть там какие-то каналы, на которых прям жестко уже лекарства. Одно за другим лекарства. Я вот эту штуку вот замечал. Смотришь и начинается. Чтобы, короче, ваша печень жила прекрасно, жрите вот эту таблетку. Ту же рекламу. Чтобы ваше сердце, короче, билось в ништяк, все было. Жрите вот эту таблетку. И пошло-поехало. Такое ощущение, что наши все органы в шоке и их срочно нужно спасать вообще. Кушать ничего не надо, пищу нормальную не надо есть. Вот жрите таблетки и все будет ништяк. И как удивительно, блин, вот люди бегут и покупают эти таблетки. Понимаете, покупают. Я знаю таких людей, которые каждый день хавают эти таблетки. Это американская пропаганда, американская система подачи вот этой рекламы, чтобы мы все подсели на улицы сейчас. Не знаю, как по другим городам России, но в Уфе уже какой-то штук пять Макдональдсов. Хрен знает сколько уже Киевси. Киевси чуть-чуть вроде отстает, но уже догоняет Макдональдс. На подобие них еще типа какие-то штуки. И вот прям, знаете, вот в каждом районе уже по две штуки в каждом районе открываются. Это вот так и начинается. Фастфуд. Народ начнет этот фастфуд жрать. Это же долгосрочный проект. А не так, что таблетки вот сегодня вот начинают рекламировать, все будут кушать. Нет. Загоняет сначала фастфуд. Кто-то против, кто-то борется, кто-то не идет. А потом в итоге молодежь все равно подседет на этот фастфуд и будет его жрать. Потом, естественно, они подрастут, им встает хреново от этого всего. Организм не справляется, естественно, надо лечиться. А тут еще и врачей в больницах напрягли конкретно. Они зарплату получают, если они вам толкают список таблеток. И вы бежите, еще и рекламу увидели. И все, короче, такая массовая атака. В итоге вы будете жрать эти таблетки. Горстями прям будете жрать, жрать. Блин, как вот свиней кормят, накладывают им всякую херню. Вот так же будете жрать, никуда не денетесь. Из миллион человек, может, один, два, три, я не знаю, ну, пятьдесят не будут этого делать. Понятливые люди. Все остальные будут это делать. Все, кто жрут фастфуд, все они будут так же жрать и лекарства. Это прям вот, не знаю, если вы повелись на фастфуд, значит, на лекарства вы по любасу поведетесь. У вас нет варианта. И не надо сейчас вот говорить, нет, такого не будет. Да будет, чувак, будет. Или чувиха. Понимаете, будет. Ты от фастфуда не можешь отказаться. Куда там от лекарств всяких? Будешь жрать их. Короче говоря, это все взаимосвязанная вещь. В Америке вся эта движуха прошла. Сейчас это переходит сюда. У нас сейчас идет процесс, пока можно такое слово даже придумать. Я его сейчас скажу, наверное. Фастфудизация. Не знаю, как это выговорить. Массовая, глобальная российская фастфудизация. Вот так вот вам. Все. Через несколько лет. Жрачка, лекарства. Я вот даже заметил такую штуку. Вот у меня два ребенка. У меня жена, получается, два раза рожала. И я никогда не разрешал ей хавать таблетки. При том, что когда шли в больницу, у врачей такая фишка есть. Вот вы идете в больницу, да, проверяться. И вас будут шугать, пугать, понимаете. Может быть, врач этого не хочет делать. Я не знаю, блин, что за врачи, конечно. Но сейчас они, понимаете, чтобы зарабатывать, будут так делать. Вы приходите. Вам будут находить болезни, которых у вас нету. Называния всякие там непонятные. Будут вас пугать, шугать всеми этими болезнями. Вы заходите и в шоке. Оказывается, вы больны, блин, фиг знает чем. Чем только не больны. И все уже, типа, все. Чуть ли завтра не умирать уже вам. Понимаете, один раз мы пришли. У меня жена беременная была там уже, не знаю, несколько месяцев. Уже срок большой. И ей выписывают вот такой список. Вот листочек из двух сторон написано. Штук, не знаю, 15 разных таблеток. Это после этого, это жрать, это жрать, это. А потом от желудка, а потом от всяких там молочных у девушек. От всякой, короче, херни. Блевотина какая-то. Жена выходит, блин, в шоке, расстроена. Блин, я же беременна. Там столько болезней каких-то нашли. И потом вот эти таблетки, чтобы ребенок там, типа, дышал воздухом. Всякая, короче, херня. Я взял этот листочек, блин. Смял. И хотел сожрать, блин. И высрать его. Но, естественно, я так не делал. Я его просто выкинул. Жене грамотно втер всю эту туфтень, подставу. Понимаете, всю эту подставу объяснил. Они что делают еще, кроме того, что таблетки жрать? Они же психологически подавляют человека. Беременная девушка, да? Беременной девушке рассказывать, даже если человек чем-то и болеет, даже если, да ты как-то обойди это грамотно. Она же беременна. И нельзя беременным такие вещи говорить. А тут список болезней какой-то гоните, таблетки, которые противопоказаны во время беременности. Психологически человека давят. И там же может быть расстройство, да, и выкидыш, может быть, что угодно. Потом этот ребенок, когда девушка нервничает, это же влияет на ребенка. Мало ли, какого ребенка родится. Короче говоря, я жене как втер, блин, за эту херню. Говорю, херня, да пошли они в сраку эти все, в больнице и все такое. Выкинул, говорю, все ништяк, как обычно. Живешь, живи, блин. Чай пей, кушай, там, просто обычные продукты кушайте. Нормальные продукты с огорода. И все. Я старался переносить жене что-то с огорода. Такие вот вещи покупать. А не всякие там непонятки. Научил ей, что такое доктора. Все и больше никогда не разрешал детей. Вот у меня два ребенка, да. Я вам это не просто так с воздуха говорю. У меня два ребенка родились, выросли. Пацану 6 лет. Девочке у меня 3 годика вот было недавно. Они никогда не лечились в больнице. Они никогда не лежали в больнице. Понимаете, никогда не возил в больницу скорую помощь. Если приезжает ко мне скорая помощь. И у моего ребенка температура. Я просто знаю, как у меня ребенок будет болеть. И болеют очень редко. Я вот у меня пацан шустрый. Я смотрю, он вялый такой. Все, как-то не играет. Значит, все, ночью будет температура. Ночью мы как-то ставим будильник там, чтобы не проспать это дело. Встаем, даем только от температуры один раз. На следующее утро я весь день заставляю пить воду. Понимаете, лечиться нужно только водой. Больше ничем. Вода. Если можете, нормальную воду где-то найдите. С родника там. Я не знаю, где эту воду, конечно, искать. Но я старался там к родителям. Родники есть там, воду набирают. Ну, или любую кипяченую хотя бы воду. Какую-то. Много воды. И все. Больше ничего. Если есть, медом разбавляете и даете. Не надо заставлять кушать ребенка. Многие там, давай, кушай супчик жирный. Вот тебе, на. Зачем это ему не надо? Просто воды дайте. Естественно, жена вызывает педиатра, который на дом приходит. У нас была педиатрша. Нормальная такая женщина. До этого, как эти таблетки начали толкать еще. Вернее, она не толкала. Она вот это не надо, это не надо, это не надо. Вот это вам надо. И то я это тоже не давал ребенку. Ничего не давал. А тут что-то в последнее время приходил вот со вторым ребенком. И тоже вот началось вот это списки таблеток. Я говорю, блин, так вы же говорили тогда не надо. Что, говорю, сейчас-то надо. Нет, ну, надо. Я вижу, что вот, ну, вот обманывает человек. Ей надо, по ходу, заработать. Выписывают вам таблетки. Вы в состоянии шока. Некоторые родители, которые не могут, там, не сильны духом. Там, ребенок болеет. Они сами в шоке вместе с ребенком. Не надо быть в шоке. Это просто болезнь. Просто температура. Делайте что-то. И все. Не надо кипишовать. И все. Я вот эти штуки никогда не ходил, там, в аптеку не покупал. Но вот у меня, говорю, есть знакомые. Им выпишут. Они бегут столько денег. Еще столько тысяч стоит эта вся херня, блин. Этот весь список по 5 тысяч, по 2-3 тысячи, блин. Что за... И это все толкать в ребенка. Он же не ест в это время. Вы толкаете жрачку в него, о, эти таблетки, ему еще хуже встает. Его иммунитет в это время борется самостоятельно. Нужно просто заливать воды. Понимаете, вода испаряется, и все. Круговорот. Это машина. Машину надо залить воды, и он пускай сам справится. А они толкают таблетки. Иммунитет, кроме того, чтобы бороться с болезнью, ему еще приходится бороться с этими таблетками. И непонятно, что эти таблетки вообще делают. Они вообще там, может быть, не работают ни хрена. Так что вода, мед, максимум. И все, и ничего, пускай лежит ребенок. Не отходите. Если уж прям сильная температура, уксус этим обтираете, открываете ребенку. Полежал 10 минут, потом тряпочкой закрыли. Вот, тоненьким чем-нибудь. Все. Ничего не надо. Я вот сколько детей лечили, я говорю еще раз, очень редко болеют, если так лечите. Никогда не лежали в больнице. От скорой помощи я всегда отказывался. Если они даже приезжают, я пишу, вот, посмотрите, так-так-так, все, отказываюсь. Мне, как вы отказываетесь, не имеете права. Я говорю, да какого хера я не имею права. Надо будет еще 10 раз, вызову еще 10 раз, приедете. Ну, приедем, да, конечно, приедем. Я говорю, да куда вы денетесь, если не приедете, блин. Все, отказ. Я говорю, ну, на крайняк, если уж совсем что-то не так будет, я привезу. Тут только важно, смотрите, какая штука. Это зависит от иммунитета. Вы должны понимать своих детей, как они реагируют на болезни. Если, например, там эпилепсия есть или еще что-то. Вот у моих одних знакомых, там, ребенок от температуры дергаться начинает. Понимаете? Так вот, судороги сводят. Тут уже ответственность. Тут, да вы должны понимать, тут уже, конечно, как-то в больницу там. Но если нет у ребенка каких-то конкретных заболеваний, там, ну, то тоже эпилепсии какие-то, судороги, просто обычно вот температурит, болеет, сопли, то нафиг не нужна ни больница, никакие лекарства. Только от температуры, и все. И вот так вот изначально, если ребенок будет расти, не кушать фастфуды, с детства не будете в них толкать таблетки непонятные, будете самостоятельно дома лечить, так как в больницу везете, а не в больницу там еще подхватят всякой херни. А у меня еще дети не болеют, потому что я дочку вообще в отказ, она в детсадик не ходит. Ей выдали детсадик, но я не разрешаю. Не пойдет она ни в какой детсадик. Все, у меня жена сидит, и пускай смотрит мою доченьку. Пацан у меня ходил, пойдет что-то там, походит, там раз, заболеет, и придет сопли, вот я таким способом вылечу. И потом опять... А потом я говорю, нахер это надо, блин. Ему там неинтересно, блин. Ходить только сопли гонять, нафиг это надо. Все, говорю, на улице пускай гонят, да он лучше поиграет на улице, больше здоровья. Все, больше после этого, после детсадика не болел. Очень большая редкость. И надо следить за этим делом. Так что иммунитет надо с детства. Отказ от фастфуда, от всяких лекарств, больше воды, меда, обычной еды. Все. Не слушайте врачей, которые они выписывают. Они с таким серьезным, вот знаете, так серьезно вам это втирают, что... Вот если некоторые родители неуверенные в себе люди, да, они сидят, врач им что-то втирает, да, вот сидит и будет вам говорить, вот вы там неответственные, вы за ребенка не отвечаете. Меня хрен грузанешь. Ни один доктор меня не грузанет. Я все таблетки изучил. Как лечить, все названия, что такое, понимаете? Я не говорю, что я там аптекарь, да, еще что-то, но такие примитивные вещи я изучил. Чтобы с тем же там, не знаю, кто вот приезжает, медики с ними, что-то поспорить и отказаться от больницы, чтобы ввести, нужно им это объяснить. Иногда я даже втирал этим, докторам, говорю, так, так, это же так, так надо сделать. Вот делайте, например, такой-то укол, перемешанный с чем-то. Название плохо помнил, но я объясняю, а он понимает, о чем я говорю. Ну да, ну все, говорю, сделайте, уедете, мы проверим, температура спадет, зачем нам куда-то ввести? Правильно? Он говорит, правильно. Ну и все, говорю, тогда не надо. Понимаете? А если слабый человек, родитель, то он сидит, дети лапшу вешают, они же просто на работе, не все, которые приезжают в скорой помощи, врачи прямо вот от души лечат. Они так, на Атмазон, сразу в больницу, якобы, что-то проверили. Некоторые даже не проверяют, блин, ни горло не посмотрят, ничего, блин. так что я самостоятельно лечу своих детей. Это вот мой ответ такой на таблетки. Сейчас будет все больше, больше усиливаться влияние врачей на подсознание, на психологическое состояние людей. Их самих будут заставлять очень сильно на вас влиять. Понимаете? Ухудшает вам питание, заставляет врачей на вас гнать и говорит, что вы болеете. И вы что делаете? Вы бежите за таблетками, этими гребанными таблетками. Будете их жрать, блин. Но не надо их жрать. Не надо. Вот посмотрите, что в Америке творится. Та же херня, я думаю, будет здесь, блин. И даже после того, что я миллион раз сейчас это повторю, вот кто-то посмотрит мой ролик и все равно пойдет купить эту гребанную таблетку, а потом зайдет куда-нибудь в KFC. У меня знакомый один чувак, знаете, что делает? Как-то едем, он говорит, тормозни, мне в аптеку надо. Я говорю, ну давай, что ты там потерял-то, блин, здоровый пацан. И такой, говорит, сейчас это там от желудка. Заходит, приносит, короче, таблетки, не буду называть как, но фишка не в том, что когда кушаешь, надо эти таблетки кушать и усваиваемость улучшается. А зачем, говорю, тебе это надо? Ты же молодой, здоровый чувак, у тебя и так усваиваемость нормальная, ты же не там дед-пердед, что у тебя желудок не работает. И он говорит, знаешь что, Эдгар, я против фастфудов того же Макдональдса, но я хочу там пожрать, но я сделаю хитрый ход, типа, и обезопасю себя. Я говорю, как, вот я съем и вот эту таблетку сожру, короче, и все нормально будет. Взаимозачет, там все ништяк сработает и на меня не повлияет фастфуд. Я говорю, да ты просто чувак, придурок. Ты фастфуд, дерьмо затолкаешь, и таблетку дерьмо, блин. Нет, вот хрен ему докажет, что это беспонтово. Есть люди, которым невозможно это доказать, понимаете, им хоть показывай, хоть что доказывай, они там таблетки, сами себя уговорят, придумают себе какую-нибудь историю, что почему-то жрать фастфуд это хорошо, почему-то таблетки кушать это нормально. Не знаю, вот просто уговаривают сами себя и это делают. А потом, блин, под старостью лет будут вздыхать от всяких проблем. Я вот не хочу выпендриваться, но никогда не ходил в больницы. Я никогда не болею. Вот, не знаю, как вот, я не могу это вам сейчас доказать. Даже вот хожу вот по работе, да, там общаюсь с людьми постоянно, вот, в коллективах там и так далее. Дома у меня, если вдруг даже заболеет жена и два ребенка, они одновременно болеют, да, там, мне хоть бы фиг, понимаете? Если кто-то где-то болеет, вот Эдгар, ты заболеешь, да, я говорю, хочешь прям на меня чихай, мне пофигу, я не буду болеть. Я знаю, зачем я не болею, понимаете? Это моя система жизни, я прям уверен в этом, что я не буду болеть. Если только я там в старости, там, чисто физически моя машина испортится, уже будет сдавать, может быть, начну чем-то там болеть, там, старческой херней какой-нибудь. А так, всякие там, такие болезни не работают. Я, в общем, в основном не ем мясо. Если я ем, я только курицу чуть-чуть там ем. Почти вегетарианец. Вот. Совсем отказываться не надо. Не бухаю. Иногда, если надо, выпить, выпить чуть-чуть, но не бухаю. Понимаете? Я не курю. Очень много постоянно пью воды. и мед. Каждый день я хаваю мед. У меня чай, вот мед, я, может быть, потом расскажу. Пчел держал и есть мед свой. Вот ложишь вместо сахара мед и пьешь, и постоянно это вода, чай там, что-то, кофе много пью. Вот я что ем. Всякие там курицу, вода, мед, я не знаю, бублики, хлеба много ем. Все, ничего не надо мне больше. Каши всякие. И все ништяк, понимаете? Я, может, даже отдельный ролик сниму питание. И вот, не знаю, вот я думаю, что это все от того, как я питаюсь. Я не болею. Вот реально не болею. Хочешь приедть, проверить, сядь возле меня, почихай, сколько тебе влезет. Вот 50 человек поставьте, которые болеют. Я посередине сяду и не заболею. Так что, сниму, наверное, отдельный ролик на эту тему, как нужно правильно, грамотно питаться, чтобы просто не болеть. И все. Я думаю, я ответил на вопрос с лекарствами. Не ведитесь, короче, на движуху с этим толканием лекарств. Не слушайте врачей, даже они прямо от души так искренне вам втирают, что вам, вы болеете чем-то. Вам нужно срочно выпить эту таблетку, а то вы сдохнете. Лучше сдохните, чем жрать эти таблетки и сдохнуть от таблетки. Так что, всем счастливо. Если у вас остались вопросы, пишите, комментируйте. Я всегда читаю ваши комментарии, на каждый комментарий отвечаю. С вас лайк, подписка, кто не подписан. Смотрите мой следующий ролик. Увидимся в следующем ролике.